Золотые распродажи. Состояние основателя крупнейшего сайта онлайн-покупок Амазон в чёрную пятницу достигло 100 миллиардов долларов. Дмитрий Анопченко подсчитал расходы американцев на вчерашний шоппинг. Люди часами толпятся у входа. В момент открытия бросятся в магазин, едва не выламывая двери. Хватают всё подряд, лишь бы подешевле. Бьются за каждую вещь, выхватывая товары просто из рук. Так американская чёрная пятница традиционно выглядела многие годы. Но сейчас очередями могут разве что несколько нью-йоркских магазинов похвастать. Куда по привычке туристы набежали, думая, что в Америке так положено. Сами американцы от традиции, похоже, отказались окончательно. Шоппинг-моллы американской столицы в эти выходные впервые полупусты. Здесь старательно готовились к наплыву покупателей, но людей действительно немного. Всех засосала всемирная паутина. Делают покупки через интернет с доставкой на дом. В итоге к восьми вечера вчерашнего дня только на обновки и подарки Америка потратила онлайн 3,5 миллиарда долларов. И это вдобавок почти к 3 миллиардам, которые ко дню благодарения уже пришлось выложить. А всего, по прогнозам финансовых аналитиков, за предстоящий сезон праздников, включая Рождество, американцы потратят на покупки через интернет астрономические 107 миллиардов. Эпидемия распродаж многих заставила, увлекшись, потратить последнее. Ну а тех, кто эти распродажи проводит, сделала невероятно богатыми. Агентство Bloomberg выяснило, состояние основателя компании Amazon, самого популярного здесь, в штатах, интернет-сервиса для онлайн-покупок, в одну только черную пятницу превысило 100 миллиардов долларов. И все потому, что на фоне новостей о сумасшествии в сети акции подросли. Это огромное помещение, похожее на фабрику, всего лишь упаковочный цех Амазона, работающий 24 часа в сутки. Вот у кого не было дня благодарения, с посиделками за столом и традиционной индюшкой, так это у его сотрудников. Сотни тысяч пакетов и коробок. Все то, что американцы заказали через интернет, теперь нужно успеть рассортировать и отправить. Что же не так? Почему покупатели массово мигрируют в сеть? Задаются сегодня вопросом и прессы, и социологи. Ответ очевиден. Устали от очередей? Шоппинг всегда был для американцев хобби. Здесь часто шутили, мол, это национальный вид спорта – забег по магазинам. И помогает стресс снять. Но в дни, когда очереди сами по себе становятся стрессом, люди, которые проехали сотни километров, чтобы побыть семьей, все же решают остаться с родными. А еще виноваты магазины. Сами себя перехитрили. Чтобы побольше заработать, в Черную пятницу стали лимитировать количество уцененного товара. Мол, первым ста покупателям действительно отдадим по дешевке, а остальные и с небольшой скидкой купят, раз уж выстояли очередь и пришли. Форумы были полны жалоб, дескать, ждал-ждал и не хватило. Вот почему победил интернет. В сети, может, и не настолько дешево, зато предсказуемо, спокойно и понятно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.